Это каменная стена высотой более 700 метров и есть северный фас Алтая. Он образовался, когда алтайские горы буквально надвинулись на предалтайскую равнину, на которой мы сейчас с вами стоим. Более того, он продолжает расти со скоростью около полутора сантиметров в год. Постоянное движение гор, говорят геологи, и рождает бьющие из-под земли целебные радоновые источники. Ради них сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Их поток постоянно растет. Лечение или пользу гости хотят совмещать с развлечением, то есть чем-то приятным. Отличный вариант решили в Белокурихе геопарк, своего рода музей под открытым небом. Благо, показать есть что. По мнению геолога Софьи Платоновой, настоящая кладезь региона – его каменная летопись от осадочных пород до древнего гранита. При остывании в нем образовались трещины. И по этим трещинам пошел новый поток мантии. Вместе с этими вторичными потоками пришли минералы, такие как гранат, такие как берилл, такие как вольфрамит. Ученые Института водных и экологических проблем разработали первый маршрут будущего геопарка. Одна из его точек – уникальный вольфрамовый рудник, который в годы войны поставлял для фронта ценный минерал. Всего же в геопарке хотят разработать не менее трех маршрутов по бывшим рудникам по добыче золота, берилла и так далее. Пока инвесторы не разглашают сумму вложенных в геопарк средств. Но основные затраты, говорят, они еще впереди. К приему туристов нужно подготовить территорию объекта, построить сеть дорог и геологический музей. Предполагается, что будет кластерами расположено, в зависимости от геологических изысканий. Один из кластеров – это Белокуриха-Белокуриха-2. Второй кластер нам предлагают ученые создать в район Сарасы, потому что очень богатые месторождения. И третий – это Денисово пещера, водопад Шинок. Сегодня в мире насчитывается больше ста геопарков. В России – ни одного. ФАС Алтая – так будет называться новый проект. Создатели уверены, у нашего геопарка есть все шансы стать первым в России. И к тому же получить статус объекта природного наследия ЮНЕСКО. Настолько уникальны Алтайские горы. Пакет документов для заявки планируют подготовить к следующему году. Впрочем, у организаторов есть повод поторопиться. Белокурихи дышат в затылок Республика Алтай и Башкирия, где также активно работают над созданием собственных геопарков. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.